Оперативное время учений 10 часов утра. Торговый центр только начал свою работу, а посетителей уже немало. В этом году фабрика значительно расширилась. Увеличились торговые площади уже существующих магазинов и бутиков и появилось очень много новых салонов, павильонов и киосков. В связи с этим подразделениями МЧС оказывается повышенное внимание к обеспечению безопасности на этом объекте. Один из методов влияния на уровень подготовки всех сил и средств аварийно-спасательных служб, а также сотрудников торгового центра, это комплексное учение. Сегодня проводятся контрольно-проверочные учения. По замыслу мы обозначили, что произошел взрыв техносилия, там помещение в торговом зале техносилия. Ну и впоследствии, первая задача ставится, конечно, это проверка действия администрации объекта, как будет организована эвакуация посетителей с торговых залов, как будет организована именно эвакуация самого персонала торговых залов и бутиков, которые находятся в данном торговом центре. Ну и второе, это проверка действий, слаженности, как подразделения федеральной противопожарной службы, так и привлечение полностью всех звеньев функциональной территориальной подсистемы СЧС на территории городского звена Ленинск-Кузнецк. А ЧП в торговом центре посетителей и персонал извещает голосовая автоматическая пожарная сигнализация. Руководство фабрики проводит мероприятия по эвакуации людей, организовывает работы по эвакуации частного транспорта с территории стоянки перед комплексом. Принимают меры по тушению пожара, используя внутреннее противопожарное водоснабжение и первичные средства пожаротушения. Задача перед нашим коллективом стояла вовремя эвакуировать весь персонал посетителей магазина, соответственно доложить соответствующим службам о наличии людей на объекте, организовать эвакуацию посетителей. Мы этому уделяем огромное внимание, обеспечиваем данные объекты всеми мерами противопожарной безопасности, ведем в этом направлении огромную работу. По всему Лениск-Кузнецкому гарнизону объявляется повышенный номер вызова, к месту происшествия направляются пожарно-спасательные расчеты со всех районов города. Во всем комплексе сильное задымление, звенья газодымозащитной службы ведут разведку. В помещении магазина бытовой техники они обнаружили пострадавшую. Спасатели выводят ее на свежий воздух. Столько работает стволов, площадь горения, сколько звеньев газодымозащитной службы? Обстановку нет. Пожарная площадь 500 метров квадратных, работает 3 ствола, родился с 1 москетным стволом. Сколько звеньев работает на проверку, которые прибыли в ВГСЧ, 2 отделения? Отделение в ВГСЧ вышли на проверку, помещение большого ремонта и палаты. На учениях было задействовано 11 пожарных спецавтомобилей, 2 машины в ВГСЧ, плюс экипажа ДПС, полиция, бригады скорой помощи. И порядка 70 человек личного состава различных подразделений МЧС. Пожарные руководства торгового комплекса на практике продемонстрировали свои знания и умения оперативно действовать в условиях, максимально приближенных к реальным. Все участники учений справились с поставленными задачами, а возникшие в ходе учений нештатные ситуации, теперь будут детально проанализированы и приняты меры для их решения. Подобные мероприятия в Ленинске-Кузнецком планируется проводить регулярно, и каждый раз спасатели будут отрабатывать новые, доводить до автоматизма уже существующие сценарии развития возможных происшествий на объектах города.